Здравствуйте! В эфире программа «Пределы возможного». С древних времен минералы были окутаны мерцающей дымкой тайны мифов. Нашим предкам прекрасные разноцветные камни виделись чудесными подарками благосклонных богов. Поэтому рождение их на Земле, казалось, должно было быть необыкновенным и завораживающим событием. Сказания, в которых красочно описывается появление на свет того или иного прекрасного камня, живут в фольклорной памяти всех народов на всех континентах. С минералами связаны сотни легенд. Сегодня мы расскажем о некоторых из них. Масса красивейших легенд связана с названиями минералов. Например, считается, что Аметист был назван в честь прекрасной нимфы с таким именем. По преданию, бог вина Бахус был добрый и весел, но становился грозным и непредсказуемым в действиях своих, вызванных неумеренным употреблением вина. Как-то разъярившись, он приказал львам раздирать на куски встречающихся людей. Случилось так, что в это время на прогулку вышла красавица-нимфа по имени Аметист. Сверяпый лев кинулся к ней, но когти его натолкнулись на твердый камень. Когда Аметист поняла, что силы ее уже покидают, она обратилась к богине Диане, богине Плодородия, с тем, чтобы она ее спасла каким-то образом от разбушевавшегося бога Бахуса. Но Диана не нашла ничего лучшего, как превратить ее в прекрасную древнегреческую скульптуру, которую мы знаем, да, так сказать, примеры. То есть девушка превратилась в белую мраморную скульптуру. Но тогда, в свою очередь, бог Бахус, уже увидев, что он натворил, что прекрасная нимфа превратилась в белое извояние такое, попытался спасти девушку. Он стал поливать ее обильным вином, отчего камень окрасился, стало сиреневого цвета и превратился вот в такой камень, который мы теперь знаем как Аметист. По другому толкованию слово Аметист происходит от искаженного древнееврейского охлам, которое, в свою очередь, происходит от холон, что означает сон. С этим связана способность Аметиста наводить дремоту и вызывать сновидения. Римляне дали Аметисту эпитет «Благословенный камень». По их преданиям он приносит удачу и излечивает от нервных расстройств. Очень многие минералы имеют несколько названий. Аметист – это общепринятое международное название. На Руси этот камень тоже всегда очень почитался. И на Руси он называется архиерейский или патриарший. Он очень активно используется вообще, например, для украшения крестов, метр. То есть вот в церковной, прежде всего, одежде и утвари. Аметист – мистический камень-талисман. Название этого минерала в переводе с греческого означает «небьянеющий», поскольку в те времена существовало поверье, гласящее, что тот, кто носит аметист, не был подвержен опьянению. Считалось, что камень впитывает винные пары. По этой причине аметистам часто украшались кубки. И, оказывается, в Древней Греции аметист служил, так скажем, цветом, необходимым цветом для разведения красного вина. В Греции считается, что пить неразбавленным, древние греки, во всяком случае, так считали, но говорят, что эта традиция сохранена до сих пор, что пить неразбавленным красное вино водой могут только варвары. Как проходила сама эта процедура? Ставились два сосуда. В один из сосудов помещался аметист, в другой сосуд наливалась вода, и к нему постепенно приливалось вино. То есть аметист служил как бы эталоном для того цвета, который достигал это виноградное вино. Красивая легенда есть фактически у каждого камня. Одна из таких легенд касается янтаря. Звучит она примерно так. В далекие времена на дне Балтийского моря жила морская богиня Юрата. А на берегу моря жил и рыбачил молодой красивый парень по имени Костистис. Он пел веселые песни и ловил рыбу сетями, поднимая со дна муть и пугая любимых рыбок Юрата. Богиня отправила к нему русалок, которые передали рыбаку ее повеление не бросать сети в море. Но юноша не послушался русалок. Юрата разгневалась и всплыла на поверхность посмотреть на того, кто осмелился не повиноваться ее приказу. Увидев рыбака, она влюбилась и забрала своего избранника на морское дно. В то время повелителем богов был грозный Перкунос. Он узнал о том, что богиня позволила себе полюбить простого смертного. И страшно рассверебел. Он убил Костистиса ударом своей молнии, разрушил дворец Юрата, а саму ее приковал ко дну моря золотой цепью. Год за годом идет, а опутанная цепью богиня так и не может освободиться. И плачет она безутешно над погибшим возлюбленным. А море уносит ее слезы, и выбрасывает на берег в виде остывших золотых капель, кусочков янтаря. Люди часто называли камни слезами того или иного божества. Так, например, ацтеки считали бирюзу окаменевшими слезами богини небес. Этот минерал символизировал у них здоровье, процветание и был символом любви. Вообще, на Востоке этот камень тоже очень широко почитаем. Я знаю, что вот даже беднейшие слои в Афганистане, да, население, проживающее в Афганистане, обязательно имеется бирюза. Особенно у девочек. Считается, что это камень, который приносит счастье, приносит любовь, сохраняет гармоничные семейные какие-то отношения. Вообще, очень много различных поверьев, в общем-то, связанных с бирюзой. Но, вот, мне кажется, самое главное, это то, что на Востоке, ну, в принципе, так же, как и у нас, и на Руси всегда почитался цвет голубого неба. Персы верили, что в бирюзу превращаются кости людей, умерших от любви. Поэтому этот камень дарили в знак чувственного влечения. Согласно поверьям, он обладал способностью утешать сердца, разбитые несчастной любовью. У народов Азии и Кавказа бирюза была элементом свадебного убора невесты. В средние века женщины, желавшие привлечь к себе мужчину, зашивали в его одежду кусочек бирюзы. Купцы Востока считали, что рука, украшенная кольцом из бирюзы, никогда не оскудеет. Вместе с тем, у мексиканских индейцев бирюза была камнем войны. Кусочками этого минерала инкрустировали черепа. В наши дни увидеть такие экспонаты можно в музее американских индейцев. У некоторых племен кусочки бирюзы выполняли также роль денег. А еще бирюзу нередко называют царским камнем. Одной из фресок в длине Египте, датируемой к 2680 году, если не ошибаюсь, фараон Сенатха, изображен во время экспедиции его на бирюзовые рудники. Так вот, один символ человека – это фараон Сенатха, а второй – его главной убор царский. Он переводится как «бирюза». То есть это высший царский символ, символ власти. В древнем Египте из бирюзы врезались карабеев, как эмблемы мира и отцовства. Бирюза освещала торжественное деяние фараонов. Считается, что самая красивая голубая бирюза добывается на рудниках провинции Харасан в Иране. Цвет минерала может блекнуть после длительного ношения, поскольку бирюза портится под действием мыла, духов и жиров. Возможно, поэтому родилось поверье о том, что цвет бирюзы бледнеет, когда проходит любовь. Легенды поверья о камнях очень много. Кстати, некоторые из них можно объяснить с точки зрения науки. Например, сказ Пуро Великого Полоза. Есть известнейший минерал, называется верминокулик. Мне все напоминают либо чешуйки, либо продолговатые палки. Этот минерал обладает свойствами. При нагревании от 300 до 1000 градусов он увеличивается в размере до 25 раз и из черного превращается в золотой, в золотистый. Представим ситуацию, что в тайге Манси, Ханты или даже современный турист бросает, понимаете, похожий на полено в костер. И вдруг из этого костра начинает выползать некий змееподобный объект, который на глазах увеличивается и совершает некие конвульсивные подергивания. Многие суеверия и легенды древних исследователей сегодня разрушены или объяснимы с точки зрения науки. Так, когда-то Гай Плиний-старший утверждал, что горный хрусталь образуется под действием холода и что он сам является вечным льдом. Древние греки считали этот камень замерзшим настолько, что его невозможно растопить. Этот минерал обладает очень большой теплопроводностью. Только сколько бы вы его не держали в руках, он все время остается холодным. И вот представляете, это представление существовало вплоть до 18 века. И только в 18 веке было установлено, что это оксид кремния. О горном хрустале существует и такое поверье. Считалось, что он помогает излечивать раны. Горный хрусталь широко используется в тибетской и китайской медицине. Раненые воины брали этот минерал и держали над своей раной. И считалось, что при этом происходило заживление ран. Но одно время это, в общем-то, отвергалось полностью, вот такое представление. Однако современные исследования показали, что оказывается горный хрусталь способен концентрировать ультрафиолетовые лучи. Известно, что ультрафиолет действует губительно на микроорганизмы, поэтому раны у воинов действительно могли быстрее заживать. Вообще, если говорить о горном хрустале, то это наиболее часто встречающийся на Земле и наиболее широко используемый людьми кристалл. Его чистота породила множество легенд и поверьей. Считалось, что если держать кристалл хрусталя в руках, сложив ладони лодочкой, он исполняет просьбы. Горный хрусталь очень интересен тем, что в природе встречаются огромнейшие кристаллы этого кварца, которые могут достигать даже несколько тонн. И быть, в общем-то, достаточно больших размеров. Поэтому нередки, например, изделия, которые высекаются из этого горного хрусталя, и они могут быть и огромнейшие даже вазы, которые изготовлены из одного единственного кристалла. В природе это явление редкое. А вот радонит встречается в природе в виде огромных глыб. Чаще всего он розового цвета. Название камня происходит от греческого слова «радон» – «роза». Нередко его именуют «розовый камень», камень утренней зари – «рубиновый шпат». Второе название, народное название, так скажем, этого камня – это «орлет». Значит, по имени знаменитого фаворита, фамилии, прошу прощения, знаменитого фаворита Екатерины II. Радонит тоже встречается в виде огромнейших глыб. И вот в Петропавловском соборе в Питере, да, в Петербурге, в соборе именно Павла и Петра располагается надгробная плита, которая весит порядка 7 тонн. Она изготовлена как раз из радонита. Радонит тоже можно встретить, вернее, изделия его, в Эрмитаже. То есть это различные канделябры, это столешницы какие-то. В общем, он очень тоже достаточно широко использовался в предметах интерьера дворцов. Немало в России известных изделий из малахита. Еще 6 тысяч лет назад люди стали использовать этот камень. И постепенно вокруг него появилось множество загадочных легенд и магических превращений. По одному из предположений, свое название малахит получил от греческого слова «малакос», то есть мягкий, по-другому от греческого слова «малахи» – малевое растение, цвет листьев которого напоминает цвет малахита. С давних времен и по сегодняшний день малахит считается камнем-амулетом для детей. Хранящаяся в малахите сила якобы способна уберечь ребенка от опасности, изгнать страхи и успокоить. Об этом минерале ходили легенды, будто бы он может сделать человека невидимым. А еще, если пить из малахитовой чаши, то будешь понимать язык животных. Ну, я думаю, каждый из нас знает название, да, малахитовой комнаты, которая расположена, находится в Эрмитаже. И, в принципе, вот как раз это уральские малахиты, которые доставлялись ко двору и, соответственно, значит, ими декорировали, то есть вот эту комнату, оформляли малахитовую комнату. Причем, что нужно сказать, подобная же колонна, очень красивая, есть в Исаакиевском соборе, и там же есть колонна из лазурита, то есть в алтарной части вот как раз расположены вот эти колонны. Не все, наверное, знают, что, в принципе, наша Россия является, в общем-то, так скажем, разработчиком такого очень интересного направления, которое даже везде называется русская мозаика. Значит, дело в том, что, когда мы смотрим на эти произведения искусства, нам кажется, что они сделаны из целого камня, из монолита, как говорят в минералогии. Но на самом деле, значит, все это как бы смонтировано из отдельных кусочков малахиты, которые полируются, и рисунок подгоняется. То есть это была работа, которую выполняли порой крепостные крестьяне. Многие имена, в общем-то, их даже и неизвестны. Кстати, именно из России пришло название такого минерала, как слюда. Официально его международное название «Мусковид». Но вообще, это измененная транскрипция. Раньше слюду называли «Московид». Во времена Ивана Грозного, когда иностранцы приезжали в Россию, они видели в окнах теремов вместо стекла вот такое интересное остекление слюды. Со временем транскрипция изменилась. И еще один любопытный факт, связанный с нашей страной и минералами. Известно, что Петр Первый любил для увеселения гостей использовать скатерть из волокнистого минерала асбеста. Он бросал ее в огонь. Публика была шокирована, понимая, что гибнет прекрасный шедевр. Насладившись удавшимся фокусом, император доставал скатерть из огня невредимой. И на этом наша программа подошла к концу. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова